Газета «Общественный прибой» представляет Спецвыпуск К нам в редакцию обратилась женщина У нее сложилась несколько неординарная ситуация Подробности она вам расскажет По понятным причинам она не хочет показывать свое лицо Но то, что с ней случилось, скорее всего, имеет признаки мошенничества Мы действительно с такой ситуацией столкнулись впервые Мы не можем показать ее лицо Но и не сказать об этом мы тоже не можем Почему не можем? Потому что, понятное, у человека есть проблемы С другой стороны, мы не можем не показать патовость этой ситуации Патовость ситуации состоит в том, что С одной стороны, человек пострадал от действий мошенников С другой стороны, он пытался дать взятку должностному лицу Деньги ему уже никто не вернет А проблема осталась Денина, добрый день Добрый день Скажите, пожалуйста, что у вас случилось И с какой проблемой вы обратились в газету общественный прибор? Я, пожалуй, начну с самого начала Я одеситка родилась в Одессе Мне 35 лет У меня свой небольшой бизнес Все было хорошо до определенного момента времени Пока у меня не возникла та самая проблема В общем-то, с которой я пришла к вам Для того, чтобы поделиться Что такое есть Против меня было возбуждено уголовное дело О самой проблеме я не стану говорить Вы сами понимаете Меня многие знают в Одессе И я бы не хотела об этом именно сейчас говорить Когда против меня возбудили уголовное дело Конечно же, возник вопрос Что делать? За чашкой кофе Беседую со своей знакомой Я ей рассказала о том, что есть такая проблема Она мне тут же порекомендовала человека Который может очень быстро За определенную сумму денег решить такой вопрос Конечно же, я согласилась Потому что меня это беспокоило И я хотела, как можно скорее Чтобы это все закончилось Она связала нас Мы с ним познакомились Мне была озвучена сумма денег Которую мне нужно будет заплатить Для того, чтобы этот вопрос разрешился И срок В течение которого Также этот вопрос разрешается Дело в том, что Этот человек представился бывшим сотрудником Правоохранительных органов И причин не верить моей знакомой мне не было Что она может кого-то не того порекомендовать Он сказал, что у него остались В правоохранительных органах Остались знакомые Остались связи Благодаря которым он сможет разрешить этот вопрос Ну и В общем-то он занялся моим вопросом Сразу я ему выплатила Тысячу долларов Деньги были переведены на карту Достаточно часто он со мной связывался Утверждал, что все хорошо Что люди занялись Тяжело мне об этом говорить Потому что Пока еще это дело не закрыто Через некоторое время он позвонил Сказал, что требуется еще определенная сумма денег Точнее 500 долларов Я перевела их еще раз на карту Все это приблизительно длилось Месяца полтора Может быть чуть меньше Был еще третий раз То есть заключительный раз Когда я перевела деньги Общая сумма Которая я выплатила Составляла 2000 долларов То есть третий раз я ему перевела на карту 500 долларов И конечно же я все время спрашивала Когда уже будет закрыт вопрос Что известно Получается, не получается Он убеждал у меня, что все будет хорошо Не волнуйтесь, все решается Потом он стал реже брать трубку Часто не отвечал на мои звонки Когда перезванивал Постоянно находил какие-то причины Что я деньги передал А вопрос решается Ну потерпите, подождите Еще немножко Я конечно терпела, ждала Пока Пока не поняла, что попала В большую ловушку Что сама себя завела В глухой угол В тупик Что отдала деньги Мошеннику Человеку, которого я не знаю Что уголовное дело До сих пор открыто В конце концов Вся эта история Длилась Порядка Четырех месяцев Пока он вообще Не исчез из поля зрения Я осталась И без денег И с открытым уголовным делом Но мы решили описать эту ситуацию И обратиться за комментариями К начальникам отделения полиции К начальнику управления Внутренней безопасности Для того, чтобы Они дали свою оценку Сложившейся в данном случае ситуации Газета «Общественный прибой» Представляет Спецвыпуск Продолжение следует...